всем привет мои хорошие с вами селена своей сегодня у нас будет очередной психоразбор не просто комментариев о переписке с хейтером и переписки с хейтером большинство таких вот есть хейтеров конкретные которые нападают на моего ребенка точнее нападают на меня на самом деле через ребенка говорят что там мне надо его лечить куда это мать не до мать и как бы через ребенка короче нападает на меня и вот ко мне в telegram в комментарии прилетел при прилетела сообщение где я резко отреагировала конечно если вам говорят о том что так все я начинаю забегать давайте хочу максимально сделать найти нативное что за слово куда нативная максимально короче прикольное видео хочу сделать переписки вот и я умничка что я заскринила сразу же как только это произошло и как только у меня появилась мысль сделать обзор на эту переписку психоразбор я сразу заскринила все потому что я как будто чувствовала что девушка может удалить все все свои сообщения и что я вижу сейчас я захожу в телеграм и это касса не поняла но она удалила все сообщения почему интересно девушку зовут любом да в целом она может удалиться из телеграма завести там нового как-то телеграм писать уже совсем другие комментарии возможно эту девушку никто не знает фотографии и не было да даже если бы и было я бы и не тыкала вот так вот знаете типа вот она смотрите это люба потому что у меня нет такой цели цель моего ролика это реально психоразбор до чтобы те люди может быть хейтеры которые пишут мне эти комментарии увидели себя в этом по саморефлексировали где-то да то есть это клуб круто это круто развиваться что-то в себе видеть да я этим занимаюсь это реально очень расширяет освобождает успокаивает где-то поэтому моя цель точно также помочь и другим в этом посредством ролика просто ролика я никому не стучу не захожу не говорю как надо я просто снимаю ролик кому интересно смотрят кому не интересно закрывают и уходят все и это не нарушение личных границ так чтобы понимали вот если бы я стучалась ко всем тогда это было бы нарушение личных границ но нет я это делаю у себя можно сказать дома на своем канале и что еще я хотела сказать прям эмоции я просто зажила увидел что удаленные немножко офигела такая ну и вообще вся переписка на такая довольно эмоциональная трогают моего ребенка соответственно эмоции может быть вот такой заряженная немножечко видео хотя это было вчера вечером и уже был спад такой потом снова нарастание как только заходила в эту переписку тут еще девушка одна подключилась но я немножко не пойму с каким посылом она это все дело делает не хочу ставить сразу какие-то ярлыки на ней с чего начнем вот прям наверно вот так вот прям и оставлю все вот я такая эмоциональная заряженная так с чего мы начнем с чего мы начнем с чего мы начнем начнем мы сначала а мне же теперь нужно это скрины они на телефоне сейчас них нужно перекинуть на компьютер чтоб я на них смотрел ну что все переписку подготовила честно думала я поспокойнее буду но я прям буду заряжена реально заряжена меня прям энергия 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 агрессии но цель энергия агрессии до которая мне помогает сейчас сделать это видео я встала привела себя в порядок кстати вчера мне мои подписчики в одной из в одной из соцсетей выбирали мне ноготочки выбрали вот таким бордовые я накрасила вчера именно такими какие они хотели вот и для того чтобы вообще сделать этот ролик нужен драйв понимаете и все что мы делаем достигаем каких-то целей что-то делаем это все драйв агрессии выстраиваем границы за счет агрессии удовлетворяем свои потребности за счет агрессии вот у меня есть потребность отстоять свои границы у меня есть потребность удовлетворить быть высказанной мне хочется быть высказанной и показать эту переписку и разобрать ее вот потребность показать блин что-то также моим хейтером другим в общем эту тему да с ребенком которую На самом деле, я раньше блокировала всё время, блокировала. Ну, давайте подойдём. В общем, так, передать мне сообщение. В общем, передать сообщение «Лечи ребёнка срочно!» Восклицательный знак. Ну, в целом, тема касается, когда моего ребёнка, да, мне хочется просто разорвать, просто разорвать. У меня поднимается естественная агрессия, естественная, да, когда нападают на ребёнка, когда нападают на тебя через ребёнка. Это естественная реакция организма защититься. Ну, здесь у нас нарушение личных границ. То есть я не спрашивала совета, я не, как бы, вообще не нуждаюсь вообще в том, чтобы мне указывали, что мне делать, я сама разбираюсь в своей жизни. Но тут прилетает мне, значит, такое вот «Лечи ребёнка срочно!» Соответственно, у меня реакция, я ответила Любе. Я ответила «Люба, идите нахер, срочно!» То есть я как бы ответила ей так же, как она мне. То есть она мне указывает, что делать, ну и я конкретно ей укажу, что делать, вместе с тем, что нарушают мои границы. Хочется послать, естественно. Хочется оттолкнуть. И вот этот драйв агрессии помогает нам это делать. Вот когда я говорю о том, что агрессия, да, и вот эта злость, гнев — очень важная эмоция, и сама по себе она не несёт никакого негатива, сама эта энергия, да, это вот возбуждение организма на то, чтобы ты что-то сделал. Но что мы делаем в связи с тем, что поднимается, да, вот эта энергия, и как мы её окрашиваем, это уже другой вопрос, и с этим мы работаем. Но сама по себе эта энергия, она нормальная, да, то есть нам нужно либо бежать, либо нападать, да, если на нас вот идёт угроза какая-то. Соответственно, если нету агрессии, то, ну, наверное, мы замираем. Вот, потому что есть три варианта, как мы на угрозу реагируем. Это нападать, замереть или побежать. Вот побежать и нападать, там нужна агрессия, да, потому что нужны силы для этого, энергия нужна. И вот скорее, когда человек замирает в чём-то, ну, вот тоже можно было бы тогда проанализировать его вот этот драйв, где он там застывает, в каком моменте. И тогда может быть разные последствия, да. В общем, всё это исследуется на консультациях, да, и вообще в зависимости от запроса. Ну, хорошо, пойдём дальше. Люба пишет, ок, ушла. И при этом дальше начинает мне писать, но тебе с этим жить. Очнись. Красавица, к психиатру на диагностику, срочно. Опять она мне указывает, да. И, кстати, меня зацепил этот момент. Красавица, к психиатру на диагностику, срочно. Вот красавица, вот этот момент, да. То есть я ещё потом, я немножечко здесь, кстати, вот повыписывала какие-то моменты. Сначала я такая думаю в одном этом моменте, да, или в другом. То есть я как будто вижу, какие моменты человека триггерят. Он на них делает акцентик. Вот сейчас тоже вместе со мной посмотрите и своё мнение можете высказать, да. Красавица. Она видит меня красивой, да. То есть и делает на этом акцент. Красавица. Как бы вообще, что касается вот ребёнка, да, и пишут мне про ребёнка. Я предполагаю, что на него нападают из-за меня, да. То есть, ну, по сути, ребёнок ничего никому не сделал, да. Но когда во мне видят, то есть какие причины могут быть нападения, да, вот на самое больное такое, да, это же моя боль, это же моё, мой ребёнок. Это моё самое-самое, вот эта вот точка болезненная. Ну, в принципе, наверное, как и у любой мамы. Хотя мамы бывают разные, не могу за всех отвечать. Но мне кажется, в большинстве своём это, ну, моё мнение разделят. И когда что-то человеку во мне не нравится, да, и ему что-то хочется сделать, ну, то есть я своим видом, своими высказываниями могу попадать человеку в какую-то триггерную его точку, да, его может злить, ему может что-то не нравится, у него там могут подниматься свои какие-то моменты. Ну, как бы я своей персоной, да. И вот я думаю, вот то, что поднимается, человек вот насколько сильно его это трогает, настолько сильно он хочет меня уязвить в чём-то, он хочет нажать мне на точку. Либо вот, допустим, за счёт ребёнка, что, ну, может быть, видит во мне идеал какой-то. Вот человек видит во мне идеал, и его этот триггерит, потому что он не такой, и ему хочется меня припустить. Ага, ты вот такая вот идеальная, вот, да, читается, бессознательная, ты вот такая вот идеальная красавица, типа умная там, все дела. А ребёнок-то у тебя, да, вот ты тупая, бессердечная, вот так вот похитеристически относишься к своему ребёнку, да, не идеальная ты. Ну, как будто вот внутри меня воссоздали на этот образ, там внутри они вот это видят, чувствуют. Хотя, может быть, я, конечно, и делаю этот момент, что я типа такая идеальная, я сама себя идеализирую, но я пытаюсь всё это наоборот убирать, стараюсь. И вот даже я вам в конце скажу об этом, что не надо меня идеализировать, и не слушайте меня, когда я говорю что-то об идеальности какой-то своей. Это моя нарциссичная часть говорит, я с ней тоже борюсь, я с этим работаю, да ни хрена я не идеальная, ничего не идеального в моей жизни. Каждый раз я в этом убеждаюсь. Вот так же, как и у всех. У меня так же много проблем и внутренних, и всяких, как и у других людей. Просто стараюсь с этим работать. Поехали дальше. Значит, здесь мне снова опять указывают очнись, да, такая пассивная агрессия, такая очнись, типа я такая неочнутая какая-то, да, вот такая какая-то вот пришибленная. Тебе с этим жить какой-то вот, ну вот красавица, к психиатру на диагностику срочно, да, указ потом. У тебя пацан вообще не оле, проснись, ну вот проснись, очнись. Вот это вот тоже интересные такие моменты. Деньги на лечение копии, а не на курсы. Тебе с трёх лет пишут. Лечить срочно. Так, вот здесь, кстати, ещё заметила, да, что деньги не туда трачу. Обучение, да, может быть, тоже какой-то триггер. Смотрите, я учусь, развиваюсь, да, а мне такие, нет, не туда, лечи ребёнка. Тоже вот триггер у человека, да, вот я красавица, а потом, что деньги на курсы трачу, да, читаем между строк, тебе с трёх лет пишут. Тоже интересный момент, тебе с трёх лет пишут. То есть не её какое-то мнение здесь высказывается, типа я вижу, что у твоего ребёнка вот это, вот это, вот так, да, а она опирается на то, что тебе с трёх лет пишут. Типа очнись, проснись, лечи, потому что тебе пишут опора на комментарии, опора на чужое мнение. Раз. Это будет ещё продолжаться в будущем, поэтому я смогу с уверенностью даже предположить какие-то вещи. Вот. Кстати, Люба наверняка смотрит это видео, будет смотреть это видео, потому что, вот, пожалуйста, комментарии, она мне тут ещё говорила, посмотри там видео, ну, она смотрит мои видео. Так, я ей отвечаю на то, что тебе с этим жить, очнись, красавица, такое. Я пишу, так вы ушли или нет? То есть она написала, что она ушла, а на самом деле не ушла. Ок, ушла, тогда уходи. Ну, не ушла. Я ушла, но я не ушла. Какой-то двойной такой момент, да, непонятный. Я пишу, классно подчеркнули, что мне с этим жить, что происходит в моей жизни, как вас это вообще касается. Ну, да, то есть, а она тут же сказала, что мне с этим жить, но почему-то её это беспокоит. Да, то есть тут уже вообще не про меня. Мои проблемы, я с ними живу. Каким вы здесь боком нарисовались, да? То есть как это волнует? Мы разворачиваем вообще. Тогда про кого здесь вообще история? Дальше трагерочки пошли. Ну, ты же супер-коуч-психолог. Ты же супер-коуч-психолог, да? Это туда. Ты красавица. Ты тратишь деньги на курсы. Ты супер-коуч-психолог. Сразу видим, да, триггерные точки. Сама разберёшься, что к чему. Да, конечно, я могу сама разбираться, да? И в целом, как бы, просто заблокировать, послать нахер. Вот то, что я сделала, на самом деле, сказала, идите нахер, Люба. Слушай, мне всё время это хочется сделать. Всем, кто трогает моего ребёнка, всем, кто лезет в мою жизнь, пытается мне что-то указать, да, я не спрашивала. Я спрашиваю у своего психолога, у своих тренеров, у своего супервизора. Я иду и плачу за это деньги и пользуюсь экспертными мнениями. Понимаете? А подписчики, мнение которых я не спрашивала, хейтеры, люди, которые хотят меня чему-то научить, да я вас не знаю вообще, что у вас там, на чём вы опираетесь. Вот, пожалуйста, человек опирается вообще на комментарии. Ну, о чём можно говорить, когда даже своей опоры внутри нет? Почему я должна слушать этого человека? Правильно? Соответственно, ну, я не знаю людей, которые меня комментируют. Если они комментируют, как бы указывают мне, да меня это вообще бесит. Даже если они указывают какие-то вещи, которые действительно стоят. Вот, например, я прыщ вскочил, и мне говорят, иди к косметологу. Может быть, они и правда совет дельный дают, что не надо самой давить прыщ, а иди к косметологу. Но я его не спрашивала. Я разберусь. У меня есть своё мнение, у меня своя жизнь, я разберусь. И поэтому даже если говорят какие-то комментарии пишут, на которые действительно стоит обратить внимание, то я разберусь, обращать на них внимание или нет. Потому что это моя жизнь, и мне с этим жить. А вот если это кого-то беспокоит, то, конечно, это уже вот проблема этого человека. У меня, кстати, очень хорошо залетело одно видео, где мы с Ленусик Хэппи сняли, когда крашу губы красной помадой, да, и говорит, фу, бесит. Что ты красишь губы этой красной помадой, да? А я вот здесь вам вставлю это видео. Блин, что ты красишь губы этой красной помадой? Аж раздражает. Помада чья? Твоя. А губы чьи? Твои. И только раздражение здесь твоё. И вот это видео очень залетело, это про личные границы. Действительно, что я что-то делаю, я что-то произвожу, а у вас как-то это что-то там триггерит, да? И это мой канал, это мои высказывания, это мои эмоции, моя жизнь, мои проблемы. И типа, а вот эмоции, которые испытываете вы, смотря на это всё, это ваши проблемы, да? И это не ко мне. И сама разберёшься, что к чему. Ну, в принципе, я разбираюсь, но я такая думаю, ну, позадаю какие-то вопросы человеку. Вот просто знаете, почему вообще я начала эту переписку, то есть в целом можно было бы просто заблокировать, но мне захотелось ответить. Не знаю. И получилась прекрасная, шикарная, красивая переписка. В конце всё увидите, оставайтесь до конца. Я тут растягиваю, конечно, потому что эмоции, они вот хотят мне всё рассказать. Дальше она пишет, а то, что ребёнок под носом у тебя не развит абсолютно, так и скажи тогда в Ютубе уже, да, у меня мальчик. Вот это сообщение вообще интересное про какую-то правду, про какое-то разоблачение, да, то, что у тебя, то есть утверждение, что мой ребёнок абсолютно, да, такое утверждение. Так и скажи тогда в Ютубе. С какого хрена? Опять указания. Видите, очень много вообще здесь каких-то повелительных указаний. Вот мне интересно. И, кстати, полное нарушение границ вот чужих. так и скажи в Ютубе уже, да, то есть почему я должна об этом говорить, если это не так? Это во-первых, а даже если бы это было так, взять других мамочек, у которых, например, дети с особенностями развития, какого хрена они должны об этом говорить, на всеобщее обозрение, как-то это показывать, выпячивать, зачем? Что за указания такие? То есть почему? Потому что сказала об этом Люба? Или что? Тоже странный момент, да? То есть ну залазение такое вообще в чужую жизнь и вот просто вот так вот нагло ногами там делай это, делай то, здесь значит деньги копи, здесь значит лечись, здесь значит вот на Ютубе вот так и скажи. Прикиньте, ну интересно, как в жизни вообще этот человек. Ну сейчас мы еще посмотрим. А вот и канал заведи про реабилитацию. Все, она все рассказала, как я должна делать в своей жизни. Расстройство аутичного спекера все больше и больше сочувствую. Чувствуете сочувствие человека? Да? Ну то есть она из сочувствия указывает мне все, как я должна делать в жизни из большой любви. Понимаете? Возможно, честно, возможно, она это реально делает из сочувствия. Но метод, конечно, выбрала. Хочется ее послать нахер. И хочется сказать, Люба, я знаю, что вы меня смотрите, но это не поможет никому. Вот такое. Это может помочь, знаете, кому? Людям, у которых нет вообще опоры на себя. Они вообще не знают, как жить. Да, и есть такие. И вы можете, конечно, взять под контроль таких людей, рассказывать им, как они должны жить, что им нужно делать, на что копить деньги, завести один-второй канал и пойти на ту работу учиться там, где вы скажете, да, просто потому, что вы считаете, что это им поможет. Но подумайте, на самом деле, о том, действительно ли вы знаете все, как нужно жить другим людям. Вот вообще. А с чего вы взяли, что то, что говорите вы, в этом и есть правда. Ну, как нужно делать. С чего вы взяли, что именно эти шаги помогут как-то. Вот с чего вы это взяли. Анализ продолжается, да, я уже гуляю, тут у меня все анализы, я видео монтирую. Да еще более того, вы этим людям не поможете, за которых будете все решать. Вы их просто сделаете зависимыми. Это совсем не помощь. Это прям, ну, вообще просто. Нужно стараться делать людей наоборот, самостоятельными, а не зависимыми. А когда вы будете указывать им, что и как делать, но они просто будут думать, что вы лучше знаете, а они сами не знают. Будут опираться на вас. Это вообще неполное, что ли. И вот так яро, вы, я уверена, что вы не только мне это как бы вот, вот писали, я почему-то уверена, что и в жизни так это присутствует с другими людьми. указывайте, как им жить и что им делать. Причем, возможно, вот так же нарочито. Срочно! Да? Что-то не так, что-то вам не подходит, не то, что не так даже, а то, что вам не подходит, в вашей картине мира. Срочно! Срочно! Ну, а про картину мира, кстати, тоже здесь интересно, потому что картина мира вообще складывается тоже из интересных вещей. Давайте посмотрим дальше, что ей отвечает. Значит, ну ты же супер коуч, психолог, вот она мне отвечает. Я ей пишу, что, ну, я, конечно, могу предположить, да, как минимум. Я не могу конкретно сказать, что там с человеком, ставить какие-то ему диагнозы и так далее, потому что даже, когда человек приходит ко мне на консультацию, нужно исследовать момент. Очень сложно вот так вот сразу, да, там, а вот это у тебя, вот такой ты там личность, вот такое тебе там лечение. Сложно, потому что есть некоторые люди, есть некоторые личности, которым нужно время вообще раскрыться, да, чтобы вообще понять его психотип, выстроить вот этот план работы. То есть это такая исследовательская работа. И вот так вот делать и ставить ярлыки, как бы я не стала. Поэтому я могу предположить, какие-то вещи об этом и предполагаю. Но я, конечно, могу предположить, как минимум, что у вас проблемы с личными границами. Судя по вашим сообщениям, возможно, вы вообще не знаете об их существовании. И тогда вам приходится, конечно, очень нелегко в жизни, да. Сейчас объясню, почему. Ну и еще, то, что моя жизнь вам интереснее своей. Ну, то, что моя жизнь интереснее своей, это исходя из того, что она сидит просто и вот со мной переписывается. Ей здесь очень интересно, здесь очень много энергии, да, и комментарии прочитала, и там видео посмотрела, да, вот она следит, знаешь, с трех лет пишут мне, прикиньте, она в комментарии, ну, то есть очень много времени проводит здесь у меня на канале. Поэтому я отсюда делаю вывод, что, наверное, здесь у меня интереснее, чем заниматься своей жизнью, да, потому что я, например, не пишу никому комментарии. Ну, я вот вся в себе, в своем канале, в своих вот каких-то идеях. Вот. И про личные границы. Ну, она жестко нарушает сейчас мои личные границы, указывая конкретно, что и как я должна делать. Что из этого я предполагаю? Я предполагаю, что, ну, то есть она не заботится об этом совершенно. Уверена, почему-то уверена, что, опять же, это не только со мной происходит, она указывает это другим и находит, возможно, даже таких людей, которые ее слушают, смотрят на нее, как на гуру, да, и вот, типа, да, вот все правильно ты говоришь, вот так и делают. Люди, которые там, ну, вообще не сопротивляются, потому что они просто даже не знают, какие они внутри, что им надо. А тут есть человек, который вот так вот прям все знает, буду его слушать. Он так уверен, наверное, вот здесь вот правда. Вот. И, а что касается ее ли, личных границ? Я могу, есть два пути, да, то есть я могу предположить, что она либо, у нее очень жесткие личные границы свои, что ей вообще ничего не посоветую, ничего не скажи, да, то есть кто-нибудь скажет, «Люб, какую чушь ты, например, несешь, да, или, Люб, какого хера ты ко мне там лезешь со своими советами, там, да, или что-нибудь скажут, Люба, у тебя там вот, тебе нужно пойти на курсы, там, поучиться готовить, например, да, или, Люб, тебе нужно вообще готовить, как бы дома, да, или, Люб, тебе надо больше с ребенком времени проводить, да, и вот один вариант, это может быть резко, да, то есть она своей чувствует, может быть, границы очень хорошо, они такие жесткие, прям вообще никого туда вот, вообще никак, то есть, ну, понимаете, да, о чем я, вот насколько яро она нападает на других, настолько яро она нападает на них, если они лезут к ней, и второй момент может быть, что у нее также провалены границы, что ей советуют люди, и вот, кстати, а у нее может быть и то, и то на самом деле, но вот, судя по переписке, потом, как дальше будет и опоры на комментарии, мне кажется, что у нее могут быть провалены границы, в каких-то моментах, может быть, даже вообще вот эта вот какая-то противоположность есть, что где-то резко, может быть, реагирует, а где-то вообще провалено все это, и мы дальше это в переписке, посмотрим, как вообще закончилась наша переписка, она меня немного удивила, да, ну, то есть, ей можно указывать, типа, да, границы какие, то есть, когда ей указывают, что Люба, сделай-ка вот так, вот так, она идет и делает, да, опоры как будто вот нету на себя, на самом деле, что она правильно все говорит, и она идет и делает, возможно, вот, ну, предположим, возможно, мама была вот такая, которая там решала, например, все за нее, у меня какое-то двоякое ощущение, такое, вот поэтому это требует исследования, это психологи, это не значит люди, которые херакс, там, и все тебе решила, решили тут, да, реально нужно исследовать этот момент, но здесь явно что-то есть, давайте посмотрим дальше, может, я уже что-то забыла, ах, вот следующее ее сообщение, она пишет, а представляешь, мне лесгин в жизни, вот это я не поняла, слово лесгин, я сначала подумала, лесгин, она говорит о национальности, да, мне 35, мне лесгин в жизни, представляешь, мне лесгин в жизни, напишите в комментариях, кто как это сообщение читает, потому что про лесгин, я не поняла, мне кажется, что это как национальности лесгин, может быть, какое-то слово другое, это 9 было, пишет, мне 35, муж курицу только приготовил, а сын пазл собрал сам, большой пазл и сам собрал, очень интересное сообщение, прикиньте, мне 35, вот давайте не возьмем вот это вот, первое сообщение, потому что оно непонятно, что там она кто в жизни, ну просто, мне 35, муж только что приготовил курицу, ребенок собрал пазл, сам большой, и хочется спросить, во-первых, сразу такое указание, как будто дала, да, так, муж курицу делает, ребенок пазл собирает, все предели, да, примерно так, так, муж срочно курицу, ребенок пазл собираешь, причем сам, указание всем дала, как это делает она мне, возможно, вообще такая атмосфера в семье, что все предели, короче, все, и хочется спросить, а что делаешь ты, а я комментарии тут, или, а я ногти пилю, да, что делаешь ты, а я иду в интернет, учу еще Селену жизни, как она должна делать, вот, я разберусь, короче, я там дальше, еще пойду указания поделаю, прям вот, упс, интересно, да, плюс, какая-то здесь тоже вот такая показательность семьи, да, вот такой вот у меня муж, вот такой вот у меня ребенок, да, какая-то идеальность такая, идеальность семьи, и дальше напишет, тогда не снимай видео, если ты правду не хочешь видеть, опять указание мне в тысячный раз, что я должна делать, а что нет, если ты правду не хочешь видеть, вот это мне интересно, а где правда? кто правду показывает? Комментарий? Опять опора на комментарии, видите, если ты правду не хочешь видеть, то есть правда это то, что она говорит, правда это то, что коментят люди, которые там говорят про ребенка, что-то про меня, там что-то, да, это и есть правда, а вот она и опора, да, второй раз я уже смотрю, или третий уже даже, опора на эти комментарии, через слово правда, правда не то, что я, да, я, да, я взрослый человек, я знаю, как происходит в моей жизни, я снимаю вот такой вот кусочек жизни своей там немножко, да, и вот правда там в комментариях, правда вот у тех зрителей, которые меня смотрят и делают выводы, правда не во мне, ну какая у меня опора должна быть на себя, да, соответственно, я и понимаю, что, наверное, у неё опора нет на себя, она опирается на правду вот где-то, вовне, здесь в комментариях, а в жизни, наверное, общественное мнение родителей или кто-то там, да, может быть, каких большинство, да, вот мне много пишут таких комментариев, значит, вот здесь правда, правда за большинством, например, такая идея. Идёмте дальше. Я пишу, у меня прекрасный ребёнок с абсолютно нормальным здоровым развития, а ваши фантазии – это уже ваши проекции или попытки найти изъяны в моей идеальной по-вашему жизни. Что касается вот ребёнка, да, девочки, кто меня смотрит, кто это, я реально считаю, что у меня абсолютно здоровый, развитый ребёнок, всё нормально. Каждый человек индивидуален, да, то есть я это могу складывать. Да, в целом, знаете, вот, да, у меня прекрасный здоровый ребёнок, всё с ним прекрасно и замечательно, но даже если это было бы не так, до какого хрена я должна это освещать, какого хрена я должна этим пользоваться, какого хрена я должна это выставлять, показывать, да, то есть и любые другие мамы, у которых, может быть, это есть, почему они должны показывать какие-то, ну, можно так сказать, ну, допустим, да, какие-то там изъяны или, может быть, какие-то проблемы, да, с ребёнком. Зачем это? Почему? Вот хочется спросить, Люба, почему? Почему вас так это беспокоит, что надо это показать? Все ли изъяны в своей жизни вы показываете? Или у вас всегда так, одна и та же картинка? Муж делает курицу, ребёнок сам собирает пазл. Так всегда в вашей жизни. Так, короче, у меня отключилось видео, я сейчас чуть-чуть почистила, потому что у меня памяти, блин, много, но она вся уже заполнена, и вот хорошо, что вернулось это видео, я думала, что все там 13 или 18 минут все просто в бездну кланули, но нет, всё нормально. Так, продолжаем, на чём остановились, прям меня это выбило. Абсолютно нормальный, здоровый, развитый ребёнок, да, я так считаю. Да, всё остальное, то есть чего вообще люди считают, что у меня что-то не так с ребёнком, ну это реально фантазии, то есть не проводилось никакой диагностики, да, там со мной не ходили к неврологу, да, там на какие-то обследования, то есть я ребёнка своего практически в видео не показываю вообще, а то, что говорят, что он где-то там мычит на фоне или ещё что-то, блин, посмотрите за своими детьми, у вас дети вот так вот сидят, вообще звуков не издают? Мой разные звуки издаёт, я ему разрешаю. Он может и мычать, кричать, орать, жужжать, и всё на свете, ну как бы всё нормально, он играет там сам собой, может даже и разговаривать сам собой, и это нормально для детей, абсолютно. Я даже недавно, честно вам так скажу, в автобусе ехала, и ребёнок ехал там, не знаю, раза в два, наверное, больше моего Дэньки, и вёл себя, ну, вёл себя на возраст ещё даже младше, чем моего Дэнни, да, и у меня сначала мысль такая была, такая, думаю, всё нормально, вот, пожалуйста, дети, 10-13 лет точно так же могут мычать, жужжать, и ещё какие-то звуки повторять, да, но при этом раз и с ним разговариваешь. Ну, то есть я не увидела в этом как чего-то странного, я увидела в том, что даже взрослые дети, казалось, ну, это дети, 10-13 лет, да, да и взрослые в целом, знаете, это вообще про позволение, про позволение быть себе каким-то не таким, ну да, да, мычит, гудит, повторяет какие-то звуки. О чём это говорит? Что он разговаривать не умеет? Что он не может так же подойти мне и сказать, мам, я кушать хочу, или мам, давай поиграем, или мам, пойдём покатаемся на лифтах. Значит ли это оно? Нет, это абсолютно ничего не значит, то, что мой ребёнок играет на фоне и издаёт какие-то звуки. То, что я его не показываю, потому что я лишний раз не хочу привлекать на него внимание, чтобы вот такие хейтеры как раз-таки не хейтили, не оценивали моего ребёнка, насколько много он знает слов, как он разговаривает, да, соответствует ли это каким-то правилам там, у каждого это свои, кто-то скажет, всё прекрасно, нормально, кто-то скажет, недостаточно, вот, должен пазл собирать, а муж у тебя курицу не готовит? Хм, такая ужасная семья, не идеально, понимаете? Поэтому, и вот она спрашивает меня, ты серьёзно? Кстати, заметили, она везде со мной на «ты», да, а я вот выдерживаю, кстати, мне совершенно не хочется ей тыкать, хотя Люба пошла нахер, да, срочно. Ну, это вот, конечно, такой был позыв, но в целом вот как-то вот вы, вы, мне хочется выкать. Мне даже здесь, когда на меня нападают «ты», 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 мне хочется выкать. Не знаю, что это, кстати, можно будет посмотреть. Мне просто не хочется переходить на какие-то личные моменты, да. Мне хочется вот спросить, выяснить, что там у Любы происходит внутри, почему так её сильно беспокоит, триггерит моя жизнь, мой ребёнок. Что там у тебя происходит, хочется сказать. Классно, подсветили за счёт меня, но что здесь про тебя? Давай про тебя, Люба. Ну, и пишет, ты серьёзно, типа, а за сочувствие, кстати, я пишу, спасибо за сочувствие, но вам бы всю эту заботу и советы направить на себя. Вот о чём это? Есть такой защитный механизм, называется профлексия. Когда человек очень много уделяет внимания, да, вовне. Например, очень много проявляет любви, очень много заботы туда, да, вот, и хочется помочь, прям очень много помочь. Ну, человек вот как бы не направляет это к себе, а направляет много вовне, да. И эта защита, профлексия, она называется, то есть она говорит о том, что человек даёт и вот транслирует вот туда вот, вот кому-то и где-то, то, что ему самому на самом деле нужно, то, что ему не хватает, да. И если очень много какой-то любви, о которой, может быть, тебя не просят, и вот ты видишь, тебе кажется, везде люди хотят любви, везде людям надо помочь, надо о них позаботиться, да, это вот скорее всего, что сам человек очень нуждается в этой любви, в этой заботе, в этом внимании, да. И вот так вот этот механизм настроен, что он вот из своей потребности, да, начинает это раздавать другим. И, кстати, более того, скажу, что у меня у самой этого было очень много. Я любила заботиться, всех помогать. Я прям видела всех, кому нужна была помощь, и просят меня об этом или нет, я просто знаю. Человек может молчать, не говорить, а я просто знаю, что моя помощь нужна, иду и помогаю. Вот, но на самом деле это действительно говорило о том, что мне самой, мне самой нужна помощь, нужна поддержка, нужна забота. Я просто этого не признавала и не хотела смотреть внутрь, потому что, возможно, там была моя уязвимость, да, моя какая-то слабость, а мне не хочется быть слабой, потому что, ну, что-то из прошлого, да, про слабость, от этого хочется убежать, когда ты, да, окунёмся чуть назад, да, вот на своём примере, да, о том, что у меня тоже есть всё это, я знаю, о чём я говорю, да, то есть опыт есть. Было много в моём детстве проявления моей слабости. Я была слабая. Очень много было силы извне и давления на меня, да, как на ребёнка. Я с этим не справлялась. С чувством слабости я очень знакома. И мне хотелось оттуда всегда убежать, мне хотелось стать сильной, да. И, наверное, да, вот триггер в моей слабости есть какой-то. Поэтому я не хотела смотреть туда, что там в моей жизни было мало заботы, мало защиты, да, какой-то. И вот это и много было слабости. И я тогда нарастила себе вот эти вот мышцы, да. Вот это я там спрятала того, кому там нужно это всё, да. И просто такая фигачу, и вижу всех, кому нужна поддержка, как это проявляется. У меня это на уровне, да, вот моего вот там вот этого внутреннего ребёнка, которому всё это было нужно. Он очень классно видит, кому это нужно ещё, да. Может быть, это нужно и всем вообще, каким бы человеком ни был. В общем-то, и можно также, допустим, предположить, опять же предполагаю, да, что вот Люба знает, знает, как всем нужно делать, видит всех, у кого не так. И, возможно, там внутри как раз-таки из-за своей такой вот какой-то идеальности, да, может быть, что нужно быть такой идеальной. Но тут с Любой вот такой интересный момент. Тут ещё вот прям поисследовать, поисследовать бы надо бы, да, потому что это в конце, ладно, расскажу уже. Ладно, пойдёмте дальше. Я ей пишу спасибо за сочувствие, но вам бы всю эту заботу и советы направить на себя, вот. Так как я яро вижу, как из сочувствия своего хочет мне помочь Люба, я понимаю, что вот это вот всё ей не хватает. Вижу в этом эту защиту. Дальше. Тут она пытается мной проманипулировать, да, чтобы я что-то показала, доказала, начала вот и под её дудку плясать, да, вот её все эти утверждения, да. То есть ты вот не хочешь так делать, ну вот давай вот, если всё там вот классно, вывод какой-то на чистую воду, да. Я вообще вот здесь предполагаю даже, что, возможно, у неё там не всё так чисто, поэтому ей кажется, что и у меня не всё так чисто, да. И давай-ка, давай-ка на чистую воду выводи. Мне хочется вас, Любаша, вывести на чистую воду, как у вас там вот в идеальном семье. Реально всё время муж у плиты, а ребёнок пазлы собирает, ну или что-то делает, да. Вот идеальная картина, вы сидите ногти пилите, вообще супер. Вот спроси сейчас у него, как его зовут, адрес, где друзья его, о себе тогда пусть расскажет, хоть в одном видео, да, манипуляция такая. Речи нет, диалога нет, да в целом его нет в моих видео, ребёнка нет в моём видео, я с ним не общаюсь там. Я у него спрашиваю там что-то, ну вообще может и не отвечать, если не хочет, понимаете? То есть под какие-то стандарты надо подтянуть, да, мне надо срочно, чтобы он выучил адрес свой, да, как его зовут, он прекрасно об этом знает, где друзья его, он тоже знает, он с ними дружит, он знает, с кем он дружит, с кем не дружит. О себе пусть расскажет. До скакого хера, Лена, он должен вам рассказывать о себе вообще. Он может не хотеть этого даже делать, как минимум. Можно сказать, Дэнни, расскажи о себе, что отвали. Он может хочет покривляться на видео, а не рассказывать о себе. Он не должен этого делать, и я не должна этого делать. Сейчас бежать, включать видео, да. Это раньше прокатывала в три, сейчас уже не катит. Чего не катит? Что за требования вообще ко мне? Требования, слышите? И мне кажется, вот эти требования у неё не только ко мне, но и ко многим окружающим могут быть. Не ко всем, конечно, да, но ко многим окружающим. И самое главное, требования к себе. Видите, как у неё муж у плиты, ребёнок пазл складывает. А если это не так? А можно, чтобы ребёнок не смог пазл сам сложить? А муж такой, слышь, давай, дорогая, приготовь-ка чё-нибудь. Я мужик, я у плиты. А чё, если это вот... А чё, если не так вот в вашей жизни? А чё, если кто-то узнает? А чё, а чё? Это мне нравится такая тема, мне что говорить, а чё, я акцентирую на этом внимание, чтобы если чё, понимали, да? Я не пытаюсь быть идеальной. Не, может быть, и пытаюсь, но в каких-то моментах я прям обожаю быть неидеальной, прям сказать чё, кого, где, а не где. И... А что, если вот вы неидеальная? И ты же уверена, что... И ты же уверена, что вы неидеальная, потому что идеалов не существует в целом. Весь мир неидеален. И что, если об этом узнают все? Я пишу, что у вас прям показательно-образцовая семья. Почему же вы так злитесь? И она пишет, я злюсь, ха-ха-ха. Типа, я не злюсь, я это из другого делаю. Но почему я предположила, что она злится? Во-первых, я злилась, это точно. Потому что нарушались мои границы. Как бы все нормально, здоровая злость. Мне хочется оттолкнуть человека, поставить его на место, сказать, это валиблен, не пиши мне эти сообщения, какого хрен ты вообще лезешь в мою жизнь, да? И оцениваешь моего ребенка, меня. Это один момент, да? А то, что она злится, ну, из какого чувства она это делает? Из того, что ей что-то не нравится, да? То есть, а когда нам что-то не нравится, ну, вот мы можем открыть табличку, вам здесь вот покажу, да? Не нравится, скажу, неприятно, да? Ну, все, это все маленькие проекции вот этого гнева, да? Базового чувства, гнев, и там вот злость. А идем мы ниже, 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 и там будет неприятно, раздражение там, да? Не нравится. Ну вот, это вот все про вот не нравится, хочется оттолкнуть, да? Там хочется это переделать. Не нравится. Это все основа основ, вот этот гнев, вот эта злость. И здесь его довольно-таки много, понимаете? То есть, она с этой, это вот она посмотрела мои видео, это она прочитала эти комментарии, это у нее возникло вот это чувство, понимаете? Это как? Это как она не бежит и не идет лечить своего ребенка, не купит деньги, не открывает отдельное видео, не вообще вот тут с собой занимается. Это что вообще такое? И на этой энергии, агрессии как раз-таки, она идет ко мне и пишет этот комментарий. И если бы этой злости не было, то у нее вообще бы энергии не было прийти, дойти и написать. И потом еще со мной вот в течение там получаса, наверное, не помню сколько времени, мы переписывались, да, на драйве вот этом вот. Поэтому да, Любочка, вы злились. Может быть, просто вы это не признавали, может быть, для вас злиться это только когда, когда вы кидаете тапок, например, мужа или, я не знаю, надеюсь, вы этого не делаете. Ну, хотя ваше дело, мне все равно, честно говоря, это ваша жизнь. Вот. И может для вас это это, да. А может быть, даже когда вы тапки кидаете, вы не считаете, что вы злитесь, да, или кого-то нахер посылаете, вы не считаете, вы злитесь. Или вот, например, мне говорите, иди, блин, лечи своего ребенка, да, у него проблемы конкретные, и по тебе психиатр плачет. И это вы делаете совсем не злость. И это вы с добротой. Может быть, вы путаете, да, там, агрессию и доброту. Вот здесь агрессией пахнет. Здесь нет доброты. Здесь нет желания помочь, да. Это совсем по-другому делается. И, конечно, этому надо учиться. Не все это умеют делать. Идем дальше. Ха-ха, я злюсь. Вот она пишет, не злюсь. Она сочувствует. А вот на ее слова тогда не снимай видео, если правду не хочешь видеть, да, я пишу, почему вы решили, что можете мне указывать. Вот тоже интересный момент, да. Ну, что у человека там происходит внутри, что она решила, что может мне вот так вот говорить. Иди снимай видео, собирай деньги, там все дела. И смотрите, что она мне отвечает. Комменты в Ютубе почитай, и все поймешь. Это уже какой у нас там, третий или четвертый раз? Она мне указывает из-за того, что комменты пишут люди. Прикиньте? Она считает, что может мне указывать, потому что комменты пишут люди. Снова опора на людей, на комментарии. Типа, и все поймешь, почему я тебе так пишу. Мне твой канал не случайно попался. У нас дети ровесники, но мой в школу идет с сентября. Прошлая видео-влог, да, где я рассказываю о том, что, ну, как бы, видео это последовательность этих видео, но в целом вот наша переписка, я покажу здесь дату, если я ее найду, наша переписка, за несколько дней до этого я вот снимала влог, ходила в школу, узнавала, что там и как, и уже снимала видео о том, что в этом году планирую Деньку отдать в школу. Вот, как бы, я на это нацелена. Ну, а там посмотрим. Посмотрим, как он будет адаптироваться, да, будет ли эта школа такая, либо это будет школа онлайн. Посмотрим. То есть у меня свои триггеры на школу, на самом деле. Я школу свою не любила. Поэтому я буду очень внимательно следить за ребенком, на том, как он адаптируется, комфортно ему, некомфортно, что там за требования, что там вообще происходит в школе. Потому что за мной вот так не смотрели. Да, вот как в школе там есть, так и есть. Вообще первые там, с первого по третий я вообще не помню. Пятый класс уже, вот все, и вот с пятого по девятый я помню все проблемы, которые там были. Поэтому начальную школу я еще не так боюсь. Но опять же, мне вообще не нравится старое воспитание, вот эта оценивающая система, тройки, пятерки. Я бы с удовольствием отдала бы в какую-то школу, где не оценивают ребенка, по вот этой вот пятибалльной шкале. Чтобы, да как хочет, просто знание, знание не знает, еще подтягиваем. Ну вот этой вот оценочной темой не хочу. Очень много проблем рождает все это. И вот приходят ко мне люди, я потом с этим всем работаю, с этими оценками. Люди не могут двигаться вперед, им страшно, что еще о них подумают. Ну вот, пожалуйста, тоже вот где-то, да, любая отличница. Все на пять сделала. Ребенок у плиты, да, ребенок пазл собирает, муж у плиты, значит, готовит. А она вот развлекается. Пятерочка, Любаша, на пять вообще всю построила свою семью. Так, ну и вот, что мне твой канал не случайно попался, тоже интересно. А для чего попался твой канал? Ну потому что у нас дети ровесники, да. И вот я могу оценить. Мою школу, значит, идет с сентября, а твой типа нет. Ну, то есть, во-первых, сравнение, вот эта тема, да, тоже, ну это про идеальность, сравнение. Кто там вот научил Любашу вот так вот сравнивать, опираться на чужое мнение? Кто это делал с ней, хочется сказать, да? Откуда эти фантазии вообще? Что мой ребенок не идет в школу в сентябре. Вот, кстати, вот это откуда фантазия? Я что-то говорила где-то, что мой ребенок не идет сто процентов в школу? Что-то я не припомню, чтобы я это говорила. Ну, такая вот фантазия, да, что но мой идет, типа а твой не идет. Да даже если бы мой не шел в школу в этом году. И что, хочется сказать? И что, почему ты сравниваешь своего ребенка с моим? И что, что они ровесники? Типа мой должен теперь? То есть, если твой идет, то мой должен? Что за стандарты? Опять же, да, вот подтягивание под какую-то, какую-то правильность, какую-то, вот, 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 что такое? Что такое? Думаю, что в жизни этого много, много. Потому что на этом вообще строится весь наш диалог, да, на каком-то сравнении, опоре на общественном мнении, да, какой-то вот идеально образцовой семьи ее. Ну, давайте дальше. Так, вот спроси сейчас у него, как его зовут, и я отвечаю на это, что так у меня все нормально, мне не нужно ничего никому доказывать, вам в том числе. Вот, кстати, тоже интересный момент. Прям вот докажи, покажи. Ага. У меня нет этой потребности. Да. А у нее какая-то есть потребность в том, чтобы прям вот я доказала. Докажи. Может, кто-то от нее требовал всегда этого доказательства, и она теперь от меня этого требует. Ну, то есть, анализ, понимаете, мне нужно было бы больше с ней пообщаться, и, конечно же, когда в консультации здесь немного противостояние такое идет, да, человек на меня нападает, а я у него пытаюсь что-то спросить, да, ну, скорее всего, нарываюсь не на то. Но когда в консультации, там люди, они приходят, и они заведомо понимают все какие-то свои триггерные точки, они заведомо приходят, да, и посмотрите, разберите меня там внутри, разложите все по полочкам, что откуда, почему, да, почему мне хочется, чтобы моя жизнь была идеальна, почему меня волнует, ну, то есть, вот если бы Люба пришла, да, почему меня волнует твой ребенок, да, вот, Селена, меня искренне волнует твой ребенок, да, там, меня искренне волнует, что ты такая красавица, учишься на курсы, а почему-то вот не занимаешься ребенком, меня бесит, что ты не открываешь свой канал, да, вот, может она прийти реально, все это мне вот высказать, да, и сказать, вот, Селен, объясни, пожалуйста, что со мной происходит, и тогда бы мы разворачивали, спасибо, солнышко, принес мне молочко попить из рюмочки, заботушка моя, а у меня вот ребенок молоко мне приносит, золотой ребенок, заботливый, я бы тогда, естественно, ну, как бы понимая, что то, что ее это бесит, ну, я тут при чем, да, ну, что же, я же не могу делать так, как она ожидает, да, но ее это бесит, вот это вот что, и мы тогда вы смотрели, а что конкретно, да, бесит, что конкретно бесит, что я не делаю так, как вы хотите, да, или я не вписываюсь в ваши какие-то правила и представления о жизни, как оно должно быть, мой ребенок не вписывается в это, да, что конкретно бесит, да, я бы спросила, вот вы сказали, красавица, да, вот это вот, почему акцент такой был на красавице, да, если человек, ну, хоть немножечко в контакте с собой, да, он будет пытаться анализировать, да, а вот тратишь на курсы, а не копишь деньги, да, а вот здесь вот что вот про курсы, да, а как у вас вообще, да, а как вы, вы, как у вас с чувством самооценки, вы себя считаете красивой, к примеру, да, не в том смысле красивая вы некрасивая, а просто, да, человек может быть любой, но он внутри может быть уязвим в этом месте, да, и поэтому обращает внимание на красоту других, например, его бесит, красивая, да, там, а я не такая, к примеру, мы просто можем это разворачивать всё, да, вот на курсы тратишь, а не копишь деньги, хочется сказать, Люба, а вы тратите деньги на себя, на то, что вам нравится, что мне тут облазит, на курсы, на какие-то там платьюшки, на что-то, да, почему вот мне не позволяете тратить деньги на своё развитие, да, себе вы позволяете тратить деньги, то есть вот тоже может быть это из-за этого, из-за этой темы какой-то, да, потому что-то там ещё какая-то была триггерная точка, ага, ты психолог, ты это всё знаешь, такой триггер на том, что я там всё знаю, что я такая крутая, а вы, а вы как считаете, вот вы всё знаете, да, вы какой-то эксперт, в чём вы хороши, да, или может быть по сравнению, допустим, вот человек такой всё знает, вот он такой крутой психолог, да, может быть на этом фоне чувствуете, что вы не до, да, это как-то уязвляет, и хочется сказать, да, не до она, она тоже не до, да, и деньги не туда тратит, как у вас в жизни с этим всем, может быть вам тоже всего этого хочется, да, хочется быть красивее в своих личных, там в глазах, да, может быть хочется быть ещё умнее, стать каким-то экспертом в области чего-то, да, и уже легально помогать людям, как говорится, не догонять и помогать им, понимаете, как вы меня вот догоняете, догнали в комментариях где-то туда, и давайте мне причинять добро, и с помощью, и сочувствия. Легально всё это делать, то есть стать экспертом, например, тем же самым коучем, у вас очень много вот этого сочувствия, всего этого, стать той же экспертом, психологом, возможно у вас это тоже получится, проработать свои какие-то штуки и помогать другим людям, тоже будете крутой, может быть заняться своей внешностью, может быть вы и так вот, и вот деньги мои вот там вот, на что я их трачу, потому что сами не можете себе что-то позволить, а может быть стоит уже позволить себе потратить на свою внешность, тоже стать красавицей, понимаете, и внутри, и снаружи, и тоже пойти учиться на кого-то, для себя, для вот, вот, понимаете, может быть вы себе не позволяете, может быть ставите во главу что-то не себя, а что-то и кого-то другого, вот, и поэтому вас бесит, когда люди другие, так вот к себе, прям так любят себя, что-то развиваются, занимаются собой, такие вот, посмотрите, вот здесь тоже может быть, да, если это вот про какую-то зависть, но здесь главное признать, ничего здесь такого нет в зависти, зависть это тоже, там тоже очень много агрессии, да, вы видите у человека то, что хотите себе, просто это не признаёте, да, и всё, и агрессия пошла такая, ну давайте принизим её, да, ну на самом деле, блин, ну хотите, направьте энергию, просто это не на меня, да, а направьте её на достижение цели, и не на себя, не надо тоже на себя нападать, и говорить, я там какая-то не такая, даже где-то нападение на себя, видите, идеального человека, типа, да, такое внутреннее нападение, это же так всё мгновенно происходит, да, видите, значит, такую успешную, красивую девушку, да, сразу внутренне такое, если попадаете, да, внутренне, в уязвимость какую-то, сразу вот это вот выделяется энергия, да, я тоже так хочу, на достижение цели, мы это пропускаем, да, где-то, сразу нападаем на себя, у тебя этого нет, ты какая-то никчёмная, да, не хочется этого делать, потому что, ну, нападать на себя, что это, я никчёмная, я крутая, классная, даю всем советы, и сразу разворачивается эта агрессия на Селену, да, она не крутая, давайте её вот припустим, да, и сделаем её ещё вообще ниже до плинтуса, да, и типа, тебе вообще лечить ребёнка надо, ты вообще там вот коуч-недокоуч, там, и так далее, и так далее, комменты пишут, ты ничего не видишь, тупая, очнись, проснись, вообще тупая, ну, то есть, насколько сильный драйв, вот это, да, насколько сильно вот эта злость и желание что-то сделать, настолько сильно так хочется меня прямо придавить, видите, сколько унизительных моментов таких, очнись, проснись, я вообще не в адеквате, понимаете, если я такая очнись, проснись, что вообще со мной переписку-то вести в целом, ну да ладно, в общем, агрессия нету, да, направлена, а я и отвечаю на то, что в школу пойдёт, мой тоже пойдёт в этом году в школу, но только я не пойму, что это для вас, почему так беспокоит этот вопрос, да, то есть, ну, я опять же направляю вопрос к ней, что это её так беспокоит, чего это она тут пришла и вот порядок своей наводит какие-то, сравнивает что-то, пытается мне что-то доказать, чего, 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 чего там, чего там внутри, что заставляет это делать, пишет мне, Селена, очнись, ты всем одинаково отвечаешь и стрелки переводишь, ну, вот это вот про стрелки, конечно, интересно, я ещё читала там где-то в комментариях тоже, типа, а-та-та, сам дурак, тар-та-та, да нет, девчоночки, на самом деле, изначально стрелки переводите вы, моя жизнь — это про меня, ваша жизнь — это про вас, но почему-то вы приходите ко мне, это я к хейтерам обращаюсь, приходите ко мне и начинаете говорить, что что-то у меня не так, вместо того, чтобы посмотреть в свою жизнь вообще, в свои эмоции, с какого хрена вообще вы приходите и говорите, что у меня что-то не так, я не говорю, что вы этого там не должны, не имеете права, ради бога, всё, открыты, комменты, та-та-та, ну, классно было бы копнуть-то в суть-то всё-таки, да, из какого чувства вы это делаете, чего там за триггерные точечки у вас, что надо вот, чтобы поднимается этот драйв, вообще написать, да, ну, у кого-то поднимается драйв из-за энергии вот этой какой-то радости, какого-то там восхищения, а у кого-то поднимается это, ну, из другого какого-то чувства, из другой какой-то эмоции, ну, и классно поглядеть, что там за эмоции заставляют вас писать те или иные вещи, вот, и на самом деле это стрелки, с себя, с эмоций ваших на меня, что что-то там у меня не так, а я не перевожу стрелки, ну, я перевожу стрелки, но только возвращаю их, да, я возвращаю ваши стрелки, ну, и, конечно, когда вот это вот, там, детский сад, переводишь себя на себя, ну, это просто, как бы, понятно, это попытка там людей обесценить вообще вот эти все моменты, как бы не хотят слушать, ну, и как раз-таки вот этим людям бы сказать, очнись тогда, да, то есть они говорят, очнись, говорят мне, очнись, проснись и та-та-та, это что-то про них, не все же люди говорят тогда, очнись, проснись, да, очнись, проснись, а вот Люба только, не, бывали люди, которые тоже так говорят, ну, значит, есть какие-то схожие моменты, но кому-то в голову не придет вот так сказать человеку, очнись, проснись, так много этого, да, может быть, Люба спит, может быть, ей надо очнуться от чего-то, это как подсознание такое, через меня говорит ей, да, то есть она мне говорит, очнись, проснись, а на самом деле, Люби давно пора проснуться, возможно, после этого разбора где-то у нее приоткроются глаза, будет очень круто, так, на комменты в ютубе почитай, но это, естественно, я отвечаю, комменты для меня не показатель, у меня своя жизнь, я в ней разберусь сама, что мне эти комменты, ну, да, тоже, вот для нее они играют какую-то роль, а для меня нет, ну, у меня реально есть своя опора, своя жизнь, я вижу, что там происходит, и мне вообще комментарии, которые пишут, которых я не спрашивала, ну, реально, знаете, как там, что это, что ехать, не помню, как это, что шли, что ехали, да, там какая-то поговорка такая есть, ну, реально, все равно, я сейчас комменты использую, как раз таки вот для того, чтобы снимать какие-то видео, очень классно, когда какие-то добрые, поддерживающие комментарии, я их читаю и воспринимаю, да, все клево, а комменты, которые, ну, то есть, комменты, которые пишут добрые, я понимаю, что у человека много доброты, открытости, да, он что-то там видит, ну, может быть, много идеализации еще тоже, такой может быть момент, там есть свои моменты, когда сильно-сильно идеализируют, то есть, если есть идеализация, то всегда есть обесценивание, да, и когда сильно тебя идеализируют, то есть шанс того, что тебя обесценят в один момент, поэтому я не люблю, когда меня сильно идеализируют, вот, но в целом мне очень нравится, когда подмечают какие-то вещи, да, кто-то говорит, что что-то им помогает, ну, классно, я радуюсь, ну, а когда пишут какие-то вот негативные моменты, ну, Ну, я в этом вижу просто вот какие-то проблемки там у человека, свои личные тараканчики, да, и вот он начинает. Ну, одного тараканчика, даже не одного, здесь много тараканчиков, мы их сейчас вот пытаемся посмотреть как минимум на них, да. Может быть, не придавить, но посмотреть. Может быть, Любочка тоже посмотрит. Дальше что она пишет? Это дай бог, дай бог, да, ребёнок в школу пойдёт, да, всё нормально, тра-ля-ля, дай бог. И дальше пишет, ты реально считаешь, что у тебя здоровый ребёнок? Вот если не поняла её, конечно, вопрос в том плане, она уже начала сомневаться, да. То есть она, может быть, до этого думала, что я реально думаю, что он у меня нездоровый. А теперь она такая переспрашивает, ты реально считаешь, что у тебя здоровый ребёнок? Да, и я такая, да, реально. Она такая, аа, ну ладно, уже как будто, может быть, у неё были сомнения в том, что я так считаю, и просто скрываю, да, там, чё-то. Делаю еще вставочку сюда, вот видео сняла, аналитический ум мой не дает покоя, я все анализирую, еще что я не договорила. Вот сейчас иду и думаю, а вот вопрос такой, да, тоже вот здоровый ребенок, ты реально считаешь, что у тебя здоровый ребенок или нездоровый? Вот как это тоже определяется, да, здоровый или нездоровый? То есть, во-первых, интересно, что то, что ребенок, если он скажет, где он живет, как его зовут, где его друзья, определит для Любы, что мой ребенок здоровый, как-то любая другая мама может взять и научить этому ребенку, как стихотворение рассказать, и все, и такие все, ой, ну реально здоров, все знает, значит здоров, да? Ну и другой момент, также можно нездоровым назвать любого ребенка простывший, нездоровый, да, там, что алфавит не знает, вот в школе я вам говорила, да, в первый класс идут дети, которые как, и умеют читать, умеют писать, есть дети, которые не знают ни одной буквы, понимаете? И что тогда? Они нездоровые, но если бы они не были здоровыми, может быть, их тогда не брали бы в школу, да, или в школу в первый класс берут нездоровых детей. Такое понятие очень размытое, кто определяет, блин, здоровье людей, да? Вот определяю я и те врачи, к которым я хожу. Мы абсолютно здоровы, оба причем. Ну я на стрелке, я отвечаю, какие стрелки, прям детством запахло, ну, правда, сейчас стрелки переводишь, вот мне просто детство напомнило, я написала. Я ей отвечаю, что я просто пытаюсь понять, каким боком вас касается моя жизнь, от чего вас так бомбит, да, то есть бомбит-то ее, с ней что-то происходит. Я просто как психолог, да, знаю, что с ней что-то происходит, я пытаюсь понять, что с ней происходит там. Вот я ей помочь смогу конкретно в этом. Особенно, если она придет на консультацию, в переписке, наверное, вряд ли. И вот пишет, ты реально считаешь, что у тебя здоровый ребенок? Я пишу, абсолютно здоровый. Я еще хотела написать, что здоровее других будет, да, но не стала уже писать, а вот захотелось, да, вот это сравнение, да, он сравнивает, и тоже вот прям захотелось сравнить, думаю, не буду я сравнивать. Умой, просто абсолютно здоровый, мне все равно, как бы, я считаю, что, да, там, сами мамы разберутся со своими детьми, да, кто не разберется, пойдет к психологу, детскому психологу, будет разбираться. Ну, короче, я заведомо хочу, очень хочу видеть мамочек здравых, что все-таки они понимают, что они делают, и сами разберутся, и тогда не лезу к ним, да. Конечно, если я буду видеть мамочек, что они все такие тупые, не могут разобраться, у всех проблемы, у всех больные дети, надо срочно всем мамочкам рассказать, как они плохо обращаются с детьми, да, и что им нужно срочно это, то у меня было бы много проблем с этим связано, если бы мне так хотелось. Ну, я больше стараюсь видеть на каком-то вот, ну, на равных, да, если я сама разберусь, то и другие тоже сами разберутся, не надо мне лезть, пока меня об этом не попросят конкретно, вот. Ну, я просто надеюсь, абсолютно здорово. Дальше на вот эту ее семью я пишу, у вас такая замечательная семья, почему вы не с ней, а тут? Пытаетесь мне что-то доказывать, показать, посоветовать, зачем вам это, да, я снова пытаюсь понять, что сейчас происходит с Любой. Моя жизнь остается моей жизнью, но что с Любой? Дальше она пишет. Почему тогда столько комментариев, то есть я считаю, что мой ребенок здоровый, а почему тогда столько комментариев насчет Дэни? У других блогеров сколько сравнений, да, то есть опять опора на комментарии, почему тогда столько комментариев насчет Дэни? Далее сравнение, у меня других блогеров, у других блогеров тоже есть дети, и никаких вопросов по их развитию не возникает. Ты не задумывалась? Хоть разочек, да, вот какая-то опора, сравнение с другими блогерами, да у всех по-разному, да, кто-то показывает своих детей, вот они там вообще. И знаете, я не исключаю, идеальных не бывает, и есть люди, которые даже в самых здоровых детях найдут какие-то изъяны, если их что-нибудь затригерит. Не в маме, так в ребенке, не в ребенке, так в маме, да, что что-то делают не так. Может быть, развит он нормальный, но мамка там плохо за ним следит, и еще ли что-нибудь. Ну, то есть я не знаю, каких вы там что блогеров смотрели, я порой смотрю какого-нибудь идеального блогера, мне кажется, заглядываю в комменты, а там трындец, просто трындец. Поэтому я уверена, что не на всех блогеров вы подписаны, да, поэтому вряд ли вы объективно это все дело можете утверждать, да, что как у других блогеров. Ну и вообще, какая разница, как у других блогеров, какая разница, что пишут мне в комментариях, когда я знаю, что мой ребенок здоровый. Понимаете? Мне не нужно никому ничего доказывать, мне не нужно подтверждение, что у меня что-то так или не так. Я сама знаю, да, опора сама себе. Вот. А у Любы, вот кажется, опоры нет. И она вот сравнивает и опирается. Опирается на комментарии, сравнивает с другими. Понимаете? Только так она сможет понять, какая она. Хорошо, что начала заранее монтировать видео. Вот сейчас еще приходят моменты, что еще у Любаши очень много контроля. Вот. Очень много контроля. И она контролирует не только свою идеальную жизнь, чтобы быть идеальной, но еще и заглядывает в чужие жизни, к другим блогерам, ко мне в том числе, в другие семьи, к другим детям, как у них там, идеально или нет. И попытка проконтролировать все это как раз через сообщение и указание, что сделать, чтобы везде было идеально. Не только в ее жизни, но и везде. Это контроль. И обратная сторона — это контроль. Во-первых, когда много контроля, это сильное напряжение для человека. Да, я представляю, как тяжело все контролировать. Тут ты себя попробуй сконтролируй, а тут еще всю свою жизнь, все окружение, а еще и, блин, в интернете сколько блогеров. Прикиньте, вот это все сконтролировать. Нифига себе, тяжко. И самое интересное, если вдруг что-то не сконтролировал, кто виноват? Что-то ты упустил. Кто виноват? Виноват ты. Кто контролирует? Поэтому обратная сторона вот этого контроля — это тоже защитный механизм, всемогущий контроль называется. Он тоже вырабатывается из определенных жизненных обстоятельств у ребенка. Но очень неприятная сторона этого всемогущего контроля, помимо напряжения, это вина, собственная вина. Ой, какое неприятное это чувство вина. Кто испытывал чувство вины, знает. Поэтому чем больше контроля, тем больше вины у человека, если что-то пойдет не так. А, конечно же, контролировать все мы не можем. Это невозможно. Соответственно, вина неизбежна. И вот эти внутренние мучения, конечно, это тяжко. Поэтому здесь я только могу реально посочувствовать, как может быть тяжело все контролировать, держать под контролем. Но хочется сказать, что вы не должны любо контролировать все на свете. Мало того, что это невозможно, но и вы не должны. Возможно, так в детстве обстоятельства складывались, что приходилось все контролировать, и нужно было это делать, да? Но можно уже расслабиться, можно с этим поработать реально. Жизнь станет легче, спокойнее, свободнее. Я хочу помочь тебе. Я думаю, маяш ты солнышко. Я тоже хочу помочь тебе. До школы еще есть время. Спасибо уже. Шанс дала. Психология – это круто, конечно. И тут я, конечно, увидела уже ее некое смягчение. То есть сначала такая энергия пошла, а тут я уже вижу спад этой немножечко энергии, да? Уже психология – это круто, конечно. Возвращаемся вот к этим моментам про развитие. Ты курсы свои покупаешь, а денег копить надо, да? И про то, что ты крутой психолог-коуч. Ну, ты же крутой психолог и коуч. Да, вот триггерные точки. И вот не зря я говорила о том, что Любе надо пойти на психолога. Она этого очень хочет. И не зря, конечно же, не зря попался мой канал. Именно психолога и коуча такого крутого. Каким может быть Люба, да? И смотрите, затриггерила тут. Энергия поднялась. Блин, ну только вся эта энергия не туда пошла, закрутила, завертела нападки, то, все. Хотя, Люба, бери денежки у своего идеального мужа. И пока он готовит курицу, а ребёнок собирает сам пазлы, у тебя столько времени обучиться, да? Получить экспертность. Вот как раз-таки в психологии, тем более ты считаешь, что это круто. И стать самой крутым экспертом. И помогать реально людям. То, что ты делаешь, только делаешь, это немножечко мало тут помощи. Видишь, мне не помогла. У меня как было, всё так и осталось. Так, это вообще, конечно. Ну, я увидела её смягчение здесь в этот момент. Я её прям, наверное, убедила, что ли, или что? Ну, посмотрим дальше. Ну, я пишу, вот она мне пишет, типа, почему тогда столько комментариев насчёт Дэни, да? Ну, и в целом, да я бы не сказала, что их очень много, этих комментариев, да? То есть есть определённый клан людей. Мне вообще кажется, что там из вот этого потока там несколько комментов с разных аккаунтов пишет там один и тот же человек, да? Вот просто вот вокруг этого там покрутиться. Я пишу, ну, сколько их? Не так уж много. Больше нормальных комментариев здоровых, на самом деле. Да, и всегда у меня было больше лайков, чем дизлайков. Поэтому, ну, как бы всё такое относительное. Я вообще никогда не... Вот, опять же, я говорю, я вообще никогда на комментарии не опираюсь. Люди же не видят всё, а я вижу. Поэтому как они могут быть мне опорой? Я лучше знаю, что в моей жизни происходит. Ставка, ещё кусочек переписки, потому что видео не сохранилось у меня, когда я его снимала. Она мне пишет на слова «я хочу помочь». Она мне написала «я хочу помочь». Я ей отвечаю, что это очень классное желание, но когда о помощи не просят, это нарушение границ. И это может привести к нежелательным последствиям. Например, быть посланной нахрен, да? На что она мне отвечает? Ну, ладно, мира и любви. Я здесь немножко прихренела, то есть поняла, что всё, человек уже, ну, вот прям противостояния нету больше, да? Мира и любви. Та-та-та. И мне как-то резко. Я не ожидала, честно говоря. И тут уже, ну, другие мысли сразу. Ну, как бы всё то же самое, да? Но ещё дополняю. Ну, типа, возможно, она слушает людей таких, у которых агрессии, давление, опоры на себя и вот этого вот всего больше, чем у неё. И тогда она начинает слушаться, да? И тогда уже вот если она таких людей видит, вот как раз-таки вот здесь, может быть, и начинаются провалы с границами. Вот здесь тогда она начинает вот слушать, как кого-то когда-то слушала, я не знаю, кого она вам не увидела. Какую значимую фигуру, да? То есть какую-то такую. Начала вот так вот со мной спорить, как, может быть, она спорит с этим значимым человеком, да, в своей жизни, если он ещё есть. И, соответственно, во мне вот увидела, начала спорить. Та-та-та. Я, значит, показала свою агрессию, показала свою опору, выстроила свои границы. Она такая, хоп, и... Ну, всё, ладно. Мира и любви тогда, и тра-та-та. Вот. И я ржу на это, класс ей ставлю. И дальше ей пишу. Мы, кстати, с вами очень похожи. Мне тоже хочется вам помочь. Я такая думаю, ой, сниму разбор, помогу девчонке. И думаю, блин, ну тоже она меня не просит, а я хочу помочь. Но мы реально в этом похожи с ней. Не зря ей попался на мой канал. Да, и я же пишу. Мы, кстати, с вами очень похожи. Я тоже хочу вам помочь. Сделаю психоразбор нашей переписки в Ютубе. Надеюсь, будет полезно. На что она мне ответила, но она стёрла все переписки и уже не сохранилась, я забыла этот скрин сделать. Она ответила, хорошо, я не против, спасибо. Понимаете, всё. Она уже готова слушать психоразбор и уже заранее говорить спасибо. Вот такие предположения. Блин, я столько всего сейчас снимала, реально. Я это не повторю. Было, блин, круто. Но у меня всё, эти видео, они там по 22 секунды заснялись и выключились, и там тормоза какие-то идут. Короче, чего хотелось подытожить всё это дело. Ну, меня, конечно, тоже чуть-чуть ошарашило то, что она сказала, да, я не против, та-та-та. Я вообще подумала о том, что, может быть, она специально затеяла всю эту переписку, чтобы я обратила на неё внимание, чтобы я сделала психоразбор на неё. Вот. И опять же здесь про личные границы, что я там говорила, про то, что мне, короче, кажется, давайте в идее опять предположение, моя гипотеза, что мне кажется, что в жизни Любы есть какой-то человек, значимо взрослый, либо это родители, мама, может быть, так предполагаю, у которой, у которой больше агрессии, чем у неё, да, вот это вот указывать, как надо жить, вот эта идеализация чего-то через других, там, вот смотри, как тот-то живёт, да, вот такое правило, вот так вот надо, там, тра-та-та, и мама, может быть, ну почему-то мама, да, может быть, это какой-то значимый взрослый, я не знаю жизнь Любы, да, но предполагаю, что в её жизни растил её какой-то вот такой взрослый, который всё, её, в общем-то, и растил вот в этом во всём. Сейчас у неё всё это есть, и всё, что она транслирует, вот, да, посмотри на комментарии, вот посмотри, какой у меня, какие другие блогеры, там, и так далее, это и есть вот её опора, да, то есть её так, видимо, может быть, сравнивали и так далее. Плюс здесь есть идеализация картинки и правила, по которым как бы надо, да, вот у меня вот так вот, тот-то вот так вот, да, типа как надо, и вот возможно, тоже ей навязали какие-то устои через других, может быть, да, надо послушать других, посмотреть, как у них, вот у них всё лучше, да, они вот там всё правильнее там говорят и делают. Ну, соответственно, возможно, из-за этого Люба точно так же как бы и живёт. И судя по тому, как она отреагировала на то, что, ну, то есть мы с ней, у нас было такое столкновение, да, что-то мы друг другу пытались там доказывать, показывать. В итоге моя опора такая довольно-таки сильная, да, то есть я вот выстояла всё это и в конце она говорит, что вот вам мира и добра, то есть всё, как будто согласилась со мной, вам мира и добра, и в конце такая ещё, ой, спасибо, и разбор на меня сделайте, да, то есть у меня ощущение, что если она встречает людей с сильной, с более сильной вот такой вот агрессией, да, то она тогда опа, и всё, эти люди вот, может быть, как бы знают, как лучше тогда, да, то есть вот, и тогда начинает их где-то идеализировать, который, может быть, напоминает ей где-то маму, да, у которых вот это вот давление сильнее, чем её, вот, и что я хочу сказать, что несмотря на эту переписку, да, вот она удалила всю эту переписку, удалила вот эти вот фразы, да, хочется сказать, что нет, это видео никакое не разоблачение, мне абсолютно никак не хочется там разоблачить, вот показать, смотрите, какая Люба там, тра-та-та-та-та-та, нет, мне кажется, она будет реально очень классным психологом, главное вот направить эту энергию туда, куда надо, и если бы она пришла ко мне на консультацию, то есть это как раз я сейчас скажу, на что стоит обратить внимание, да, и с чем, на что бы мы обратили внимание на консультации, то есть мы бы реально обратили внимание, ну, хочется немножко сделать, не опоры побольше, вырастить опоры в Любе, чтобы она опиралась не на комментарии, не на какие-то мнения, не на чужие блогерства, не сравнивала себя с другими там, да, и других с кем-то, чтобы она в этой теме расслабилась, да, чтобы у неё вот здесь вот была опора, не вовне, а внутри, вот этого явно вижу, не хватает, и я бы это смогла вырастить, это раз, второй момент, вот по поводу этой идеализации и правил, да, как должно быть, да, кто это решает, да, кто эти идеальные люди, мне кажется, что даже есть ещё вот эта идеализация от кого-то из родителей, вот этого вот значимого взрослого, который вот рассказывает, как там надо, и подавляет немножечко нашу Любу, вот, и здесь я тоже бы поисследовала, кто этот, кто этот человек, который вот так вот всё сделал, что она думает, что вот так вот, что есть какие-то правила, что есть какие-то идеалы, да, и что она может указывать вообще другим, тоже вот такой момент, да, что она может нарушать чужие границы, вот может быть, кто-то её границы так нарушал, да, и она считает это нормой, это нормальным, идеализируя этого человека, думает, что это нормально, но на самом деле, нет, это не нормально, да, и идеализацию эту надо снимать, в естественном своём варианте, детки уже где-то, там уже к 13 годам, да, у них начинается вот эта вот, сепарация, естественная сепарация, они естественно начинают разочаровываться в своих родителях, ну, в плане видеть их не идеальными, да, что у них тоже там что-то свои какие-то ошибки есть, где-то они там неправы, да, и вот во взрослую жизнь, чтобы нормально, свободно, спокойно, опираясь на себя выйти, да, для этого, ну, нужно вот так вот пройти эту сепарацию, вот это отделение, вот это разочарование, естественно, пройти в своих родителей, но здесь, мне кажется, этого нет, мне кажется, есть идеализация вот родителя какого-то, который вот так вот делает, и вот Люба тоже считает, что она может так делать, что это типа нормально, вот, поработали бы, расслабила бы тоже в этом моменте, нет ничего идеального, нет никаких каких-то таких правил, ну, может быть, только опираясь на закон, да, это тоже, это очень так вот все надо смотреть, да, то есть, кто придумывает эти правила, да, почему я должна опираться на то, что говорят комментарии, комментарии, да, там пишут, да, то есть, понимаете, да, и тогда было бы очень много расслабленности, и вот с этим бы поработала, вот если бы она пришла ко мне на консультацию, да, я бы с этим поработала, тут бы немного расслабила, потихонечку, пока бы выстраивали опору на себе, мы бы работали с достижением цели, и мне кажется, что именно здесь, так как я не нарушала личные границы Любы, я к ней не стучала и не рассказывала, как ей надо жить, соответственно, агрессия на то, чтобы выстроить личные границы, как бы нет, скорее всего, ее агрессия была направлена на свою потребность, то есть, видя меня, смотря на меня, у нее возникает внутренняя потребность, которую она, ну, как бы не заметила, да, не определила эту потребность, а энергия-то пошла, соответственно, когда ты не понимаешь себя, что надо делать, ты как бы начинаешь вот нападать, либо это было вот так, что она там быстренько вот это все, то есть быстро внутри, да, там типа, вот, крутой психолог, красавица, я тоже так хочу, а я не такая, типа, ты не такая, да, и все, и разворачивается, да, ты не психолог, и опускается, да, чтобы чувствовать себя нормально, вот, либо эта агрессия вот как бы возникла на то, чтобы идти и достигать своих целей, тоже стать крутым психологом и коучем, да, ну просто энергия вот направилась, типа, да не надо идти, она не крутая, да, и вот энергию вот здесь, вот мы здесь опустим, поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки, вот сюда нужно направить все силы, всю энергию, которая поднимается, поднимается ее довольно много, да, только она, видите, из-за того, что вот там вот проблемка вот такая, да, вот раз, и она сдалась вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот энергия поднялась, да, а вроде раз, и вот такая раз, и резко погасла, потухла, тоже надо будет посмотреть, как в жизни этот момент, да, ну как бы мысль такая приходит, что может быть в жизни тоже вот начинаешь достигать что-то, а потом раз, и бросаешь все это, как будто энергия поднялась, а потом раз, и потухла, да, то есть тоже посмотреть, в какой, если это есть, да, то в какой момент она тухнет, что там происходит, что эта энергия тухнет, вот, ну и потом в коучинговом подходе, когда вот здесь бы уже наладили, потихоньку бы наращивали, потому что это не быстрая работа на самом деле, наращивать вот эту опору и так далее, это вот раз за разом, по кусочку, та-та-та, вот, снимать вот эти идеализации, правила какие-то, да, чуть расслабляться в этом, и опираться вот на себя, как бы это такая работа, не быстрая, да, но, намного легче жить вот с этим, и в коучинговом подходе потом достигать своей цели, вот, иногда, ну это как бы я предполагаю, и как бы я так вижу, что в хорошем варианте начинать бы с этого, иногда клиенты, я иду за клиентами иногда, иногда человек не готов идти глубоко куда-то работать, там с какими-то травмами, с родителями, может быть не готов работать, а хочет просто достигать цели, то есть, вот, например, Льва посмотрела, сейчас я поняла, что да, я буду крутым психологом, вот, и Селена говорит, психолог крутой, как она меня видит, да, говорит, что я буду крутым психологом, Люба, это правда, вот, и, типа, я бы туда хотела пойти, да, типа, не хочу работать там с прошлым, да, с вот этим вот всем, всё, я поняла, я хочу, я пойду, вот, и тогда бы она сказала мне, я хочу работать в коучинговом подходе, давай, помоги мне, что-то у меня там возникает, почему я не иду, траляляляля, вот, и тогда бы мы начали простраивать весь этот план, но обязательно бы куда-нибудь, вот, если есть психологические проблемы, а они есть, как минимум, идеализации, да, вот этой, это же такой страх быть неидеальный, это же такой страх, что у тебя что-то не получится, ты тогда не будешь идеальной, да, а как пройдёт первая консультация, да, какой ты там психолог на первой консультации, да никакой, блин, да, а вдруг не усвоится весь это, ты что, я тогда тупая, понимаете, ну, то есть очень много всего из-за каких-то правил, как должно быть, ты себе не позволяешь быть таким, а здесь бы надо бы расслабиться, да, и позволить себе быть другим, да, 10 раз ошибаемся, один раз делаем всё как нужно, всё нормально, не ошибается тот, кто ничего не делает, да, вот эти поговорки, они замечательные, ну, вот с человеком, который как бы знает всё это и ведёт, да, с ним намного легче, можно пока что опираться на психолога, да, а потом потихонечку эту опору внедрять, моя задача, моя задача, самое главное, чтобы человек стал автономен, 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 да, чтобы он был независим, поэтому у меня нет цели делать клиентов зависимыми от себя, я сразу вижу в этом так, если как только вижу зависимость клиента, да, я такая сразу, так, что надо делать, чтобы был независим, да, но иногда людям необходимо найти опору и поддержку в ком-то, чтобы потом потихонечку это, ну, то есть для начала ты опираешься на кого-то, а потом эта опора перемещается плавненько в тебя, ну, психолог помогает, чтобы это всё вот в тебе уже было, вот, и тогда по коучинговому подходе мы бы тогда дошли до самой первой, вот, страха, да, там двигаться, то есть у нас, допустим, был бы план, да, точно по шагам мы знаем, что делать, и вот мы начинаем делать эти первые шаги, и вот Люба, например, сталкивается с какой-то первой проблемой, каким-то страхом, да, страхом ошибиться, страхом быть неидеальной, страхом быть каким-то недопсихологом, там, и так далее, и вот как бы на каком-то шаге, да, то есть у неё раз и стопы, и я как психолог тогда уже беру вот этот момент, и мы начинаем работать, и вот этот момент может как раз-таки привести к тому, что откуда ножички-то и растут, да, а вот чтобы всё это убрать, нам обязательно нужно поработать там с фигурой значимой какой-то, да, деидеализировать её, ну, и в общем-то, всё это, конечно, я рассказываю, как и говорю, что я не работаю вслепую, я сама люблю в своей жизни ясность и понятность, поэтому на первой же консультации я обычно рассказываю, всё раскладываю по полочкам, рассказываю, раскладываю план работы, да, человек смотрит и уже как, открикается, не открикается, хочет, не хочет, вот, поэтому вот такие мои рекомендации люблю, и хотела сказать, что я не испытываю сейчас никакой агрессии, никакого там этого, с удовольствием бы любая помогла, так что если захочешь, приходи на консультацию, и все другие хитеры, кто что-то когда-то мне писал, тоже можете приходить, если увидели в этом видео где-то себя, тоже можете приходить, вот у меня правда есть сильное желание помочь, вот, у меня даже была девочка одна, которая писала, пришла, и она говорит, я вот когда-то там вот смотрела на тебя вот так вот, и даже писала там вот какой-то комментарий, ну ничего, нормально, классно, что пришла, классно, что хочешь поработать, это вообще офигенно, если ты замечаешь в себе что-то, и потом идешь с этим и работаешь, не ко мне, так как к другому психологу, супер, вот, и что я там подсветила какие-то моменты, через мою персону, подсветились какие-то моменты, и заглянула в себя глубже, тут еще девушка, кстати, потом написала комментарий, даже я не могу понять, Наталья, да, она пишет, ну так как она ведь не удалила свои комментарии, ничего, у нее и фотка тут есть, ну как бы вряд ли кто-нибудь в жизни по этой фотке узнает ее, она мне пишет, что, Люба, вам психолог ответил, и смеется, я сначала восприняла это, как, ну, потому что на комментарии, типа, Люба, идите нахер, срочно, да, я восприняла это, типа, Люба, вам психолог ответил, типа, психолог ответил, идите нахер, ну, я здесь так странно как-то, да, не пойму, это сарказм или что, это с какой стороны она, типа, психолог ответила, дизинахер, да, типа, психолог может быть по-другому как-то отвечает, сказать, о, что у вас за проблемы, давайте поговорим об этом, ну, как я в этой переписке сделала, доброты душевной, вот, и я такая не поняла, и я спрашиваю Наталью, видите, я не клею сразу ярлыки, хотя мне показалось, что она меня, возможно, мне не показалось, кстати, что она, ну, пассивная агрессия, да, такая, и я пишу, о чем это вам говорит, да, что вот, вам психолог ответил, Люба, идите нахер, да, вот это, она мне пишет, что вы психолог с большой буквы, она сначала, на два раза мне ответила, что вы психолог с большой буквы, я не поняла, мне прям кажется, что это какой-то сарказм, вы психолог с большой буквы, и типа, психолог не должен так отвечать, Люба, идите нахер, да, и я пишу, а что значит для вас психолог с большой буквы, ну, я пытаюсь вывести ее, да, я просто не совсем, я так же и пишу, я не совсем вас пойму, Может быть, кто-то увидит в этом и скажет, «Блин, Вселенная, ты что, тупая? Не понимаешь, что она тебя подкалывает?» А может быть, действительно она психолог с большой буквы, а выглядит она вот так, смотря где, какую запятую поставить. Поэтому здесь я не спешу нападать на человека. Хотелось бы сначала выяснить, что она здесь хочет этим сказать. Но опять же, у меня у самой есть какие-то идеи того, какой психолог должен быть. То есть он должен там быть. Не материться матом. Не материться матом нормально, я так говорю. Он должен, может быть, ну, то, что он должен идеально знать русский язык, это вот точно у меня нет такого претензия. Но у меня есть свои претензии к психологам. Я тоже с этим работаю. Я же тоже выбираю для себя психологов каких-то. Если какой-то будет психолог, который явно с чем-то не будет справляться на сессии, я это увижу, да. У меня будут вопросики. Ну, это классный будет повод, конечно, поговорить. Но, с другой стороны, ну, короче, есть у меня свои приколы, свои претензии, свои критерии, какой должен быть психолог. Вот. Ну, наверняка и у вас есть, да, такое, что вот, например, он там, может быть, не должен материться или не должен посылать нахер. Интересная, конечно, тема. Я вот с этим тоже, ещё я там исследую очень много всего. Но хочется сказать, потому что мне тоже отчасти, вроде бы, да, вот психолог, который там говорит, хотя я нормально на таких психологов смотрю, где-то у меня внутри сидит какой-то момент, что, типа, не должен психолог вроде бы как бы огрызаться там, да, уподобляться вообще вот каким-то моментом, типа, да идите нахер, да, посмотрите на себя, да, вот как бы мне кажется, что так психолог не должен. Но на самом деле, если вывести человека, не психолога, человека, ведь психолог это тоже человек, да, то с каких хренов он вообще должен вот сейчас тут задавать какие-то вопросы, а как это вас касается, тра-та-та. Это вот если он, блин, устойчив, вот я вот стояла тут, понимаете, справилась. Ну, честно, хотелось сказать, Люба, иди нахер, что ты тут забыла вообще? Да посмотри на себя, на свою жизнь, да, то есть разговаривать как нормальный человек, который нарушает границы, которая, ба, и это нормально, блин, понимаете? Ну, есть у меня такое, блин, я же психолог. Да, у меня тоже есть такое, мне хочется от этого избавиться. Я в этом не чувствую свободы, понимаете? Типа, если ты психолог, то ты должен как-то вести себя по-особенному, блин. А чувствую-то я как все люди, понимаете? И хочется послать на три буквы тех, кто лезет ко мне. Вот. Разберёмся, посмотрим потом, что к чему. Чем хочется закончить это видео? Во-первых, пишите в комментариях, просто интересно, послушайте вообще, что вы видите в этой истории, как вам откликается, что, да. Может быть, кто-то в комментариях моих, знаете, может быть, человек не психолог, а очень хорошо разбираться в каких-то вещах, да. То есть показываю, может быть, вы что-то увидите, что упустила я, например, в каких-то моментах. Может, кто-то что-то во мне увидит. Вот единственный момент, знаете, что меня начинает бесить вот в этих комментариях. Я не люблю переписываться, прикиньте, не люблю. И когда кто-то пишет мне комментарий, у меня жуткое желание ответить. Да я готова с каждым поспорить, понимаете? Готова каждому ответить. Кто про ребёнка моего пишет или кто это, знаете, вот, ну, то есть я готова к противостоянию. Но я не люблю переписываться просто. Я понимаю, я вот сразу вижу, что противостояние будет долгим. Это мне надо вот так ответить, потом вот так ответить, потом вот так мне вот это ответят. Я уже просто всё это вижу и вообще не хочу туда энергию свою бросать. Более того, если у меня желание что-то там доказать, да, то это вот реально борьба какая-то с витринными мельницами, с комментариями. Даже каждому не буду доказывать, ну, куда моя вся энергия будет улетать. Поэтому мне проще просто заблокировать, да, как будто этого и не было. Вот. Ну, с другой стороны, сейчас я больше отвечаю, потому что как раз вот видеоформат вот этот, да, я, наверное, закрываю вот эту потребность. Мне хочется вам всем противостоять, да. Вы мне что-то отвечаете, пишите, комментируете как-то. Мне есть на каждый комментарий, что ответить, да. Когда я блокирую, это не значит, что я убегаю. Да просто я не хочу, что оно мелькает, а у меня возникает с каждым вот таким потребность ответить. А я не могу, потому что я не хочу переписываться. Меня бесит, это долго, понимаете. Там очень много, то есть моя потребность в сохранении энергии, она сильнее, чем потребность в том, чтобы ответить. Я понимаю, что это бесконечный процесс. Поэтому вот этот формат, он закрывает, вот этот видеоформат, он закрывает некие мои потребности. Вот сегодня мы вот такую вот переписку, да. Обязательно в следующий раз я увижу какой-то комментарий, который много-много человек там может быть лайкает, да. И тоже сделаю вот такой вот какой-то разбор. Ну, если будет там за что зацепиться, да, там конкретно. Вот. Поэтому иногда меня вот это вот бесит. И иногда блок происходит из-за этого. Из-за того, что я понимаю, что отвечать в переписке я не хочу. И видеть этот комментарий не хочу. И что мне, сидеть просто, вот читать, и вот такая типа... Да на хрен пошел. Это своего рода на самом деле, вот даже мой блог, типа, пошел на хер. Пошел на хер. Имею право, да. Я не обязана ничего никому доказывать, не обязана что-то рассказывать, не обязана противостоять. Просто есть потребность в противостоянии, когда вот тебе говорят одно и то же из раза в раз. Хочется, конечно же, ответить. И мне есть, что ответить. То есть я блокирую не от того, что там я раз такая, мне нечего ответить. Мне есть, что ответить. Ну, хотя блокировка это тот же самый ответ. Идите на хер. Вот. И честно, я восхищаюсь вообще психологами, которые позволяют себе материться, правда, посылать на хер хейтеров, которые чушь какую-нибудь несусветную пишут. Меня это восхищает. Я вижу в этом свободу. Себе я не разрешаю пока что вот так. Ну, то есть вот идите на хер, и я такая это сделала, и думаю, а с другой стороны... То есть у меня есть тоже, видите, моментики какие-то, с которыми вот надо поработать. Я очень хочу больше свободы в этом. Больше... Тем более я работаю с агрессией. Все супер. Все нормально. Послать кого-то нахер можно, если кто-то лезет к тебе без спроса. Вот так вот. Ну что, все. Жду ваши комментарии, лайкосики, и до следующего видео. Всем пока-пока. Все, ты пока-пока. Подожди, Кисенька, еще хотела сказать. Еще хотела сказать, что, девчонки, вот реально, кому кажется, что я какая-то идеальная, идеальная мама... Вот у меня даже видео есть «Идеальная мама». Я там, по-моему, не рассказывала про то, что я идеальная мама. Я как раз-таки рассказывала о том, что я могу быть неидеальной. Хотя не помню. Возможно, долгое время я держала этот какой-то идеальный образ. Да, у меня тоже были какие-то идеалы. То есть мы с Любой похожи, да? Какие-то требования к людям, что они должны быть такие вот, понимаете? Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Соответственно, и к себе у меня такие же требования. Я тоже должна быть такой. Какие-то реакции должны быть у меня. Я должна быть выше всего этого. Но в то же самое время, да, и мне не страшно было сказать какие-то... То есть у кого-то идеалы еще выше, да? Мне не страшно, что я русский язык там знаю не на пять, да? И словечки какие-то вставляю, коверкаю слова, да? Что я вроде бы умная девчонка, а могу тупить, как бы, да? Там даже подчеркиваю этот момент. Ну, то есть вроде что-то есть, но на самом деле у меня к себе большие требования. И к людям высокие требования. Какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина, там, да? И так далее. К детям только вот прям у меня требования снижены. Хотя до того, как я изучила детскую психологию, у меня и к детям были завышенные требования, какие они там должны быть и то и все. А сейчас вот поняла, как вообще мозг развивается, ребенка. И все, и сразу ожидания сошлись, блин. Не требую то, что человек... Человек еще пока что у него там даже в мозгу это вот все не скооперировалось. Он не взрослый, он еще не понимает, что к чему. Поэтому оставь ребенка в покое. К тому, что я не идеальная. И кто видит меня идеальной, может быть, потому что даже я себя так как-то презентовала, и где-то вот этот триггерит там всех этих людей. Но это как бы, да, в любом случае, как бы я себя не показывала, если вас что-то триггерит, это что-то про вас. Если вы испытываете какие-то эмоции, это что-то про вас, не про меня. То, что я делаю, это свои какие-то моменты. Но если вдруг я создавала какой-то идеальный образ, идеальную картинку, да, моя идеальная семья, мой идеальный ребенок, идеальная я такая, смотрите, столько знаю, проявляюсь, все у меня получается, я свободная, то-се, то-то. Да у меня я не идеальная. Вот хочется, блин, перестаньте на меня агрессировать, хочется так сказать. Хотя я понимаю, что что-то за просьба. Конечно, я никак не повлияю на это. Но вдруг на кого-то, на какую-то часть я не идеальная. У меня полно своих всяких психологических проблем, с которыми я разбираюсь и захожу в свое подсознание все глубже и глубже. Мне это очень нравится, да. Я тоже, бывает, попадаюсь в какую-то свою уязвимость. Я только начинаю подходить к каким-то моментам вины и стыда, отвратительные чувства, отвратительные. Я так редко чувствовала это в своей жизни, пока не обращала на это все внимание. Вот я была в каких-то своих штуках. И сейчас я все глубже заглядываю, и оказывается, там очень много чего есть, что как раз-таки мешало мне в жизни. Мешало мне в жизни, да, да, да. Как раз-таки достижение целей, вот этих всех моментов. Там вот это про стыд, про вину, там ой-ой-ой-ой. Сколько всего. Поэтому потихонечку все это разбираем, раскидываем, чувствуем свободу, спокойствие и идем к своим целям, которые нам нужны, по-настоящему нужны, а не навязанные извне. Ведь моя борьба тоже вот эта вот с целями, там должна быть лучше, больше, у меня должно быть много денег. Я когда-то, короче, видела тоже себя, идеальную картинку, какая должна быть, какая должна быть у меня идеальная жизнь. Вот, и прям сейчас все это так спадает. Ой, так легче становится, господи. Уже не надо никуда бежать, правда. Прям разрешила себе расслабиться. И потребности другие какие-то вообще, такие более, ну, другие. Поменялись чуть-чуть, поменялись. Я могу спокойно ходить по торговому центру, прикиньте, без потребности что-то купить срочно себе, да, и не чувствовать себя какой-то, что я не могу себе позволить. Срочно надо что-то купить, а то если ты не купишь, что значит, что ты не можешь себе позволить, и ты какая-то вот как вот, а, снова окунаемся в прошлое, вот в прошлое недостаточности вот этой вот. Ой, 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 ой. Нет, что спокойно ходить? Да мне ничего и не надо. У меня столько всего, блин. Я избавляюсь от того, что есть на самом деле. Продаю там, да, потому что столько всего. Реально потребности нет покупать. Я не идеальная, да, не хочется сказать. Я не идеальная, жизнь моя не идеальная. И пусть у вас это не триггерит. Кого это триггерит? Вот, что хочется сказать. Расслабьтесь, не злитесь на меня. Я такая же, я такая же, как и любые другие люди. Со своими проблемами, тараканами, штуками внутри. Я тоже сталкиваюсь с трудностями. Может быть, не с такими, как у вас. Я не имею в виду по тяжести. Типа, что я там сталкиваюсь не с такими тяжелыми трудностями, как вы. Не, просто с разными. Мы, может быть, сталкиваемся с разными трудностями. Но они у меня тоже есть. Может быть, мне легко снимать видео, видите, и никогда у меня не было проблем со съемками видео, да. Но у меня были серьезные проблемы. Допустим, сейчас в голову даже не придет, но, например, я очень боюсь петь на сцене. Прикиньте, у меня там и поджилки трясутся, сердце в пятки уходит. Я там боюсь, как меня оценят, что обо мне подумают. Я боюсь ошибиться. У меня аж пересыхает в горле. Я аж слова один раз забыла. Мой страшный страх был, произошел на сцене, когда я там что-то помычала чуть-чуть. Ну, короче, представляете? А вот на камере вот так легко. А у кого-то, может быть, наоборот. На камеру человек сложно говорит, а в жизни легко, да. А у кого-то и то, и другое может быть. Ну, короче, у каждого свои прикоры, да. И все мы стремимся к какому-то вообще счастью, гармонии внутри. Одинаково. Вот в этом мы все похожи. И я тоже стремлюсь к счастью и гармонии внутри, во всех смыслах. Вот, поэтому мне нужно меня идеально идеализировать. И мне нужно потом во мне идеально разочароваться. Ну, и есть во мне. Это вот мои фишечки. Ну, вот такой вот я выросла тоже. Че поделать? Работаем. Все, Кисюня. Все, пока. Все. Да. Кстати, первый комментарий, который был, он был как раз-таки под постом, где я рассказывала про любовь к себе и истинную заботу о себе. Поэтому, если вы еще не читали, очень интересный пост. Он был у меня и в других соцсетях. Ну, если что, вот ссылочка на мой телеграмм тоже будет под видео. Заходите, подписывайтесь. Видите, как-то много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.